В Украине и за её пределами хорошо известен национальный дендрологический парк Софиевка. В 1802 году богатейший польский магнат Станислав Щербтный-Потоцкий подарил его своей будущей супруге, красавице-гречанке Софии Глявоне де Чиличевит. Но мало кто знает, что родилась София в 1760 году в Турции, в провинции Бурса, а точнее в греческом квартале городка Мудания, который расположен на берегу Мраморного моря. Никто и предположить не мог, что Дуду, так звали девочку в семье, через несколько лет покорит Европу, что перед её красотой будут преклонять колени короли и императоры. А парк Софиевка станет одним из лучших парков мира. Я давно мечтала побывать в Бурсе, где соединяются в единую атмосферу истории и современных. И вот сегодня хочу предложить вам вместе со мной пройтись по её улицам. Но в начале немного истории. Город Бурса основан во II веке до н.э. в исторической области Вифинии. Царь Вифинии Пруссии I, по предложению карфагенского полководца Ганнибала, в 185 году до н.э. у подножия горы Олимп Вифинский построил город под названием Пруссиас Адалим и окружил его крепостными стенами. Позже город переименовали в Пруссу, а после распада Римской империи с 4 по 14 век входил в состав Византии. В 1326 году Прусса была завоёвана османами и стала первой столицей Османской империи, которую стали называть Бурса. А гора стала называться Улудак, что в переводе с турецкого означает «большая святая гора». Сердце старого города – это район от площади сконной статуи Татюрка до шёлкового рынка и мечети Улуджами. Здесь же расположено множество магазинов, ларьков, кафе и главные достопримечательности Бурсы – мечети и гробницы первых правителей Османской империи. Центр города – это сплошной рынок, где можно купить всё, что угодно – пряности и приправы, солёности, фрукты и овощи, часто экзотихистские, мясо, рыбу, украшения и одежду. Исторический цедр Бурса является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Улуджами или Большая мечеть – это памятник раннеосманской архитектуры, построена в 1396-1400 годах. Особенностью мечети являются два минорета и 20 куполов. Существует предание, что их возвели по приказу султана Байзида I Молниеносного. Вместо 20 мечетей, которые он в 1396 году пообещал Аллаху построить за победу в битве над крестоносцами при Никополе, ныне это территория Болгарии. Султан победил, но решил схитрить – построил одну мечеть на 20 куполов. Как следствие, Байазид проиграл Тамерлану в битве под Анкарой, потерял страну и покончил с собой. А мечеть стоит и сегодня удивляет туристов как внешним, так и внутренним убранством. Большой прямоугольный зал может вместить до 5000 верующих. Достопримечательностью является также фонтан, расположенный внутри здания. Стены и столбы мечети украшают 192 надписи. Это выдающийся образец исламской каллиграфии. Здесь же хранится подаренная луджами реликвия из Мекки – 500-летняя крышка двери Каабы, привезенная вузом султана Селимом после египетской экспедиции. Селимом после египетской экспедиции. ГОСТО crafting . ГОСТО ГОСТО Рядом с мечетью Улуджами в 1490 году построен шелковый рынок Козахан, где сегодня, как и 500 лет назад, торгуют шелками и разнообразными шелковыми изделиями. В целом же это очень атмосферное и интересное место, стоящее того, чтобы его посетить, даже если вы ничего не планируете покупать. Двухэтажное здание в османском стиле построено в виде квадрата с двором посередине, где располагается небольшая старая мечеть Козахан-Мизгиди. Сейчас во дворе действует уютное летнее кафе со столиками под открытым небом. Друзья советовали обязательно выпить кофе в этом кафе, но так как во дворике было очень много людей, мы решили пойти в Чинар-Эсгара, это кафе поблизости, и заодно попробовать знаменитый Мурса Денар-Кебаб. Пройдя через площадь с фонтаном и поднявшись на эскалаторе, мы оказываемся на холме с остатками каменных стен, когда-то окружавших цитадель. Это часть самого старого района Бурсы, которая была заселена еще за несколько столетий до Рождества Христова. На этом месте царь Пруссий I основал город. Крепостью владели и неоднократно перестраивали римляне и византийцы, а в начале XIV столетия к ее стенам подошло войско под командованием османа Газим. Во время правления Архана Гази, который присоединил Бурсу к османским землям в 1326 году, стены поддерживались бастионами. Знаменитый османский путешественник Эвлия Челеби, который приехал в Бурсу в 1640 году, писал, что у стен было 67 башен и 5 ворот, а площадь составляла 10 тысяч ступенек. От старой крепости остались только участки оборонительных стен, но здесь также сохранилось много исторических домов периода Османской империи. На северо-западе района Хисар раскинулся парк Табхани. Прямо у входа в парк находится гребница османа Гази и его сына Архана, основателей Османской империи. Османская империя правила в течение сотен лет и имела огромное влияние на мир. Осман Гази, основатель империи, умер во время осады Бурсы и по его завещанию, после завоевания Бурсы, был похоронен в гробнице, построенной на капелле Византийского монастыря Сент-Эли. В гробнице 15 саркофагов. Деревянный саркофаг, инкрустированный перламутром в центре гробницы, принадлежит самому Осману. Внутри гробницы находятся саркофаги его сына Алайдин Бея, жены Архана Гази Аспарчи Хатун и 12 родственников. Архан Гази, второй правитель Османской империи, он осуществил первое завоевание в Европе, завоевал Анкару, построил первый Османский флот, чеканил свою монету. Архан Гази первым из осман стал брать в жены дочерей европейских правителей. Саркофаг окружен медными перилами. На саркофаге есть покрывало, на котором написано хадис пророка Мухаммеда, вышитый серебряным блеском на бархатной ткани. Внутри гробницы находятся саркофаги жены Архан Гази Нелюфер Хатун, ее детей и их родственников. Громницы Османа и Архан Гази были разрушены землетрясением 1855 года и восстановлены 1863. Центральная аллея парка ведет прямо к башне с часами, башне Тапхани, из батареи и старых пушек. Сама башня стоит почти у края скалы и ночью освещается. А с террасы парка открывается великолепный вид на город. А сейчас мы направляемся в район Ешиль, который получил свое название от Ешиль-Джами, зеленая мечеть. Эта мечеть построена по приказу султана Мишмеда Челеби в 1424 году. В те времена Бурса еще носила имя Пруса. Это самое декорированное мечей в Бурсе. Внешняя и внутренняя отделка выполнены с использованием драгоценных и полудрагоценных зеленых камней. В итоге у создателей получился невероятный эффект. Ешиль-Джами сверкает под солнцем, как огромный изумруд. В помещении перед главным залом, увенчанным двумя куполами, находится бассейн с мраморным фонтаном. Лестницы, расположенные по бокам, ведут к покоям султана. Резные деревянные двери, мраморные колонны, оконные витражи, цветные изразцы, исполнены с редким мастерством, усиливают художественное звучание этого памятника. От мечети по ступенькам в саду можно подняться на холм к мавзолею Ешиль-Тюрбе, строительство которого было завершено в 1421 году, за 40 дней до смерти султана Месмеда I Челеби, который был младшим сыном Боязида I, того, который пытался схитрить перед Аллахом, построив вместо 20 мечетей одну, улуджами, с 20 куполами. Восьмиугольный пьедестал и символический саркофаг Мехмеда I расположены в центре гробницы. Также здесь захоронены кормилицы султана, его дочери и один из сыновей. Под саркофагами находятся погребальные камеры с низким сводом. Продолжая традицию купола сельджуков, зеленая гробница в Ешиль-Тюрбе имеет восьмиугольный план, и, несмотря на название, на самом деле мавзолей не зеленый, а голубой, или скорее даже бирюзовый. Субтитры создавал DimaTorzok Поступил вечер. Город зажигает огни, но мы еще должны посмотреть мечеть Эмира Султана, которая построена в 15 веке. Султан Эмир, известный также как Шемседдин Мехмед Али Эль Хусейн Эль Бухари, некогда был дервишем и ученым из Бухары. А после свадьбы с дочерью султана Боязида I Молниеносного стал его личным астрологом. Здесь же находится мавзолей самого султана Эмира, его жены, сына и двух дочерей. Мечеть и мавзолей стоят на противоположных сторонах большого двора с бассейном ухода. Вот и закончился день. И где бы я ни была в Бурсе, меня везде сопровождал образ Софии, как ее называли современники, прекрасные бытинки, покорившие Европу, и для которой в Украине был создан парк Софиевка. Над городом Бурса опустилась ночь. Зажглись уличные фонари, и нам пора ехать дальше. Но я надеюсь, что когда-нибудь смогу снова сюда вернуться.